Привет, зритель! Когда счастлив твой ребенок? Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. Известно, что его дочь, 23-летняя модель Анастасия и ее избранник Стивен Мерфи, финансист из Ирландии, обручились. Радостной новостью Анастасия поделилась в Инстаграм. «Я сказала «да» Бонду моего мира и любви всей моей жизни», – написала девушка, поблагодарив родных за то, что разделили с ней этот особенный момент. О Стивене Мерфи известно немного. Он родом из Ирландии, работает в компании, связанной с криптовалютой, где занимается финансами, и явно сумел добиться расположения отца своей возлюбленной. Во всяком случае, Кирилл Сафонов отреагировал на помолвку Анастасии и Стивена очень тепло. «На одного ирландца в нашей семье стало больше. Настенька плюс Стивен равно теле-теле-тесто. Люблю вас», – прокомментировал радостное событие актер. Планируется две свадьбы. Одна в Израиле, вторая в Нью-Йорке. Стоит отметить, недавно сообщалось, что умерла первая жена Кирилла Сафонова. В последние дни Елена тщетно пыталась дозвониться до дочери, живущей в Нью-Йорке. 21 пропущенный вызов. О том, какой именно выход нашла Елена Сафонова, рассказал известный фотограф Вадим Сухаревский. С ним Лена прожила 11 лет в браке. Лена тяжело болела алкоголизмом. Это ее и свело в могилу, поделился мужчина. Началось давно, но Лена не признавала, что больна. В Израиле насильно лечить нельзя. Ее могли спасти, если бы дочь убедила лечь в клинику. Настя пыталась, но мать ее не слушала. Тогда дочка говорила, «Ах, так, значит, я с тобой не буду общаться». И они не разговаривали по 3-4 месяца. Так случилось и весной. За последние дни Лена пыталась дозвониться до дочери через мессенджер 21 раз, но гордая Настя не отвечала, хотя сообщения до нее доходили. Последняя фраза, которую мать ей написала, это уже эгоизм какой-то. «Я больше не буду пытаться до тебя достучаться». Через 4 дня ее не стало. Настин голос она так и не услышала. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал Новости в мире. Жмите...